С завтрашнего дня заядлым рыбакам придется на время забыть о своих лодках, лишних удочках и крючках. В окрестных водоемах начинается массовый нерест рыбы. И в связи с этим вводятся определенные запреты для рыбаков. Ограничения на рыбалку в период нереста вводятся ежегодно для того, чтобы обеспечить спокойное размножение обитателей водоемов. В преддверии этого важнейшего этапа в жизненном цикле речной рыбы государственные инспекторы Республиканского ландшафтного парка Зуевский проводят разъяснительные беседы с рыбаками, предупреждают их о предстоящем запрете. С 1 апреля и по 10 июня мы уже получили приказ, будет проходить нерест рыбы. Рыбная ловля будет разрешена только с берега, только на один крючок. Или это донная удочка, или это спиннинг, или это поплавковая удочка. Нерест заканчивается 10 июня. Дальше можно с берега или же с лодки ловить рыбу 3 килограмма на одно лицо. На участке берега Ханжонковского водохранилища, который у местных рыбаков принято называть гедрой, любителей посидеть с удочкой, как всегда, много. Чуть ли не через каждые 5 метров установлены снасти. Василий Васильевич говорит, что часто приезжает сюда не столько наловить рыбы, сколько отдохнуть от житейской суеты, отвлечься от всяческих проблем. Два-три раза в неделю, как на пенсию перешел, так приезжаю отдохнуть. В этом году первый сезон, когда рыба ловится, только лед сошел и начал карась клевать. Раньше обычно это межсезоннее было, то есть в это время рыба не ловилась. А сейчас, в этом году, почему-то не знаю. Водоем чище стал, так мне кажется. Судака много появилось. О предстоящем запрете, говорят рыбаки, здесь знают и собираются придерживаться правил. Прекрасно знаю. Не первый год рыбачу, прекрасно знаю. Ну ничего, одна удочка, один крючок будем, так ловить. Посидеть. Нам не главное поймать, нам главное посидеть, душой отдохнуть, физически отдохнуть. От всех этих проблем. Во время нереста государственные инспекторы ландшафтного парка совместно с городделом полиции будут проводить рейды. Олег Сырко утверждает, что в последнее время появилось много браконьеров. Будем мы выходить не только в дневное время, но и в основном в ночное время. Ибо по информации рыбаков, с которыми мы достаточно количества времени уже отобщаемся, мы уже на этот день знаем, во сколько здесь, на Ханжонковском водохранилище, ставят сети, в какое время. Мы даже знаем марки и типы автомобилей. За незаконный лов инспекторы будут составлять административные протоколы. За каждую не по правилам выловленную рыбу – штраф. Только так, считают специалисты ландшафтного парка, можно обеспечить выполнение заветного желания всех рыбаков, чтобы ловилась рыбка не только маленькая, но и большая. Редактор субтитров А.Семкин